Добрый день, это очередной выпуск Q-Sport, я ее постоянно ведущий Ержан. 21-й год был полон взлетов и падений. Давайте вспомним самые громкие новости. Команда из СНГ впервые выиграла крупный турнир The International. Правда ли, что этот призовой фонд стал самым большим в истории киберспорта? Ответы в следующем сюжете. Team Spirit победила китайскую команду PCG в финале The International 10 со счетом 3-2. Чемпионы также обыграли Fnatic, OG, Virtus.pro. В финале нижней сетки они сражались с Team Secret, которую победили со счетом 2-1. Команда из СНГ выиграла The International впервые после Na'Vi, которая стала чемпионом в 2011 году. Напомним, что турнир прошел с 7 по 17 октября в Бухаресте. Участвовали 18 команд со всего мира. Организаторы выделили самый большой призовой фонд в истории киберспорта. Это 40 миллионов долларов. Этот год был особенным для Xbox, потому что компания праздновала свое 20-летие. Давайте вспомним, как они провели это событие. Они анонсировали новый список игр. В июне запустили Psychonaut 2 и Microsoft Flight Simulator. 25 миллионов игроков присоединили в Sea of Thieves. Сделали бета-версию Halo Infinite доступной для всех. Выпустили документальный фильм из шести частей, в котором рассказывается о 20-летней истории Xbox. Также Microsoft запустила интерактивный онлайн-музей. Он разделен на шесть галерей, четыре из них посвящены различным моделям консоли. Пятая рассказывает о серии Halo. А еще одна о личных достижениях игроков. Также можно просматривать трехмерную временную шкалу событий. Рекорд по просмотрам. Сражение каких команд вызвал большой интерес у зрителей? Расскажем в следующем сюжете. Согласно eSportChars, финал чемпионата мира 2021 между Kia и Edward Gaming собрал 4 миллиона зрителей. Это является новым рекордом в League of Legends. Турнир был очень интересным и конкурентно способным, начиная с игр и заканчивая финалом. Edward Gaming выиграла со счетом 3-0. Четвертая игра из серии стала самой просматриваемой. Чемпионат мира по League of Legends был доступен на нескольких потоковых платформах, включая Twitch и YouTube. И Football 2022 стал худшей игрой года. Кто дал игре такую оценку? Сейчас узнаем. SteamDB опубликовал рейтинг игр 2021 года по оценкам пользователей. При подсчете учитывался не только тип отзывов, но и их количество. Худшей игрой года оказался футбольный симулятор eFootball 2022 от Konami. Тайтл занял последнее место в рейтинге. Отметим, что лучшей игрой 2021 года по оценкам пользователей Steam оказался Totally Accured Battle Simulator. Он имеет 96,33% положительных отзывов. Команда Na'Vi по CSGO выиграла рекордную сумму призовых за 2021 год. Сколько же в итоге заработал коллектив? Смотрите далее. Na'Vi заработала на турнирах более 4 миллионов долларов. Тем самым они превзошли достижения команды Astralis, которая в 2018 году выиграла 3,6 миллионов долларов. Участники команды 8 раз становились чемпионами, дважды останавливались в шаге от заветного титула. Последним турниром в этом году стал Blast Premier World Final 2021, где они выиграли в гранд-финале у Gambit eSports со счетом 2-1 и заработали 500 тысяч долларов. Отметим, что участник команды Alexander Simple также поставил новый рекорд, обойдя всех по количеству MVP-наград. Его выбрали лучшим игроком 8 раз. Na'Vi – украинская киберспортивная организация, которая была основана в 2009 году. В настоящее время имеет более 10 подразделений по разным играм. В 2010 году состав по игре Counter-Strike впервые в истории выиграл три крупнейших турнира. Напомним, что актуальные новости о турнирах есть на сайте 1xbet. 2021 год – год переносов. Многие издатели по тем или иным причинам перенесли релизы игр на следующий год. Подробнее об этом в следующем сюжете. Перед геймерами извинялись по-разному. Кто-то объяснял, что команде не хватает времени на доработку финальных версий, а кто-то просто публиковал сообщение со словами «Простите». Давайте сделаем краткий обзор игры, которые, к сожалению, не вышли в запланированной дате. Приключенческий стейлс-экшен, по сюжету которого бывший владелец кольца Всевластия Голум пытается выбраться из тюрьмы в Мордоре и найти Бильбо Бэггинса. Дедалик Интертеймент запланировали релиз на 2022 год. Прагмата – научно-фантастическая антиутопия. Ее перенесли на 2023 год. Представители заявили, что они усердно работают над проектом, чтобы гарантировать незабываемые приключения для игроков. Они решили отложить дату выхода. Dying Light 2 – зомби-боевик. Ранее релиз планировался на 7 декабря, однако разработчики отметили, что им нужно больше времени, чтобы добиться желаемого качества, отполировать и оптимизировать проект. Теперь они планируют выпустить игру 4 февраля 2022 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation и на других платформах. Очень громкий скандал с известной компанией Activision Blizzard. Начиная с забастовки сотрудников и заканчивая сексуальными домогательствами. Об этом по порядку. Activision Blizzard – это разработчик не только для ПК, но и для игровых консолей и мобильных устройств. У компании есть несколько суперпопулярных хитов. Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, Diablo и Candy Crash. В декабре представители компании заявили, что планируют перевезти в штат около 500 сотрудников. Из-за таких изменений придется уволить 20 человек, однако это будет сделано ради новых работников. Услышав эту новость, сотрудники остались недовольны. Они вышли на забастовку, чтобы сокращенных сотрудников взяли в штат и все же повысили им зарплату. Нынешний руководитель Бобби Котик также был обвинен в том, что он закрывал глаза на постоянные конфликты в компании. Проявлял жестокость по отношению к сотрудницам, защищал тех, кто их домогался и помогал замять уголовные дела из-за харассмента. Эти скандалы повлекли за собой большие проблемы в компании. Уволились многие сотрудники, упали акции, разочаровались фанаты, потеряли репутацию в игровой индустрии. Многие игры, которые вышли в 2021 году, не оправдали высокие ожидания фанатов. Однако, следующие три игры полюбились не только любителям, но и профессиональным игрокам. Подробнее в следующем сюжете. Hello Infinite шутер от первого лица был разработан 343 Industries. Компания рассказывает о суперсолдате Мастер Чифи и его борьбе с изгнанными. Back 4 Blood захватывающий кооперативный шутер. Действие игры разворачивается после зомби-апокалипсиса, из-за которого большая часть человечества либо вымерла, либо заразилась инфекцией и превратилась в ужасающих существ. Forza Horizon 5 «Гоночный симулятор» получила 4 номинации в рамках The Game Awards 2021 и победила в трех из них. Игра была названа лучшей в категориях «Лучшее звуковое оформление», «Лучшая спортивная гоночная игра» и «Инновация в сфере доступной». Отметим, что с результатами турниров по киберспорту и с расписанием вы можете ознакомиться на сайте и в приложении 1xBet. Ну что ж, дорогие зрители, это была программа Q-Sport. Увидимся в следующем выпуске. Увидимся в следующем выпуске.